Итоги уходящей среды Чем реальная жизнь отличается от киноленты? Лес по дереву плачет. В Беларуси пройдет экологическая акция. Также на памятных местах, на захоронениях воинских могут быть организованы и памятные аллеи. Сколько вырастет деревьев в Могилевской области? Как по нотам, учащиеся школы искусств имени Текотского – стипендиаты президентского фонда. Определенно индивидуальный подход, поэтому это показывает большие результаты в деятельности этих ребят. Как стать маэстро? А также временный запрет, производственная кооперация и живая вода. В стране идет сезон сбора березового сока. Где купить эликсир здоровья? Неидеальное преступление. Бобруйские сыщики стали лучшими в республике по итогам 2021-го. За год оперативники поставили точку в 24 резонансных делах. Среди них и убийство 20-летней давности. О буднях уголовного розыска Карина Гуревич. Преданность – важное качество. А когда к ней добавляются первоклассные навыки – итог – высокий результат. Бобруйские сыщики хорошо знакомы и с тем, и с другим. Уже второй раз за последние пять лет они признаны лучшими. Прямое тому доказательство – переходящая награда имени Королёва. И, конечно, количество раскрытых дел. Заслуженный финал в 2021-м получили 24 резонансных истории. В 2021-м году по линии уголовного розыска было зарегистрировано 862 преступления. Раскрыто 562 преступления. Результативно составило за истекший период раскрытие 67,5%. Одно из самых громких дел – убийство 20-летней давности. Орудием преступления оказался штык-нож времён Великой Отечественной. Им обвиняемый нанёс девушке свыше 50 ранений. Сначала подкараулил жертву возле подъезда, затолкал в дом, а затем лишил жизни. Наслед злодея оперативники вышли в прошлом году. По характеру и по количеству нанесения на жилые хранения это мог совершить человек, либо имеющий психические отклонения, либо употребляющий наркотические вещества. Данный человек был осужден к поврежденному заключению. Каждый день уголовного розыска начинается с оперативного совещания. Обсуждают задачи, докладывают о проделанной работе. Затем сотрудники изучают обстановку в городе и выясняют, какие дела требуют особого внимания. Здесь, конечно, большую роль играет опыт. Многие преступники действуют по схожим методам. Каждый день, то есть каждую минуту, каждую часть мы постоянно общаемся с людьми. То есть мы всегда общаемся с людьми, за счет людей мы устанавливаем лиц и раскрываем преступления. То есть без общения с людьми, без знания этого всего ничего не получится. Сыщик, он должен быть коммуникабельный. Как правило, сотрудники уголовного розыска занимаются неочевидными преступлениями. Уголовный розыск города – это четыре отделения, где работают специалисты с особым складом ума. Каждый сотрудник – звено цепи, без которого невозможно раскрыть дело. Все начинается с оперативных дежурных, которые принимают сообщения и направляют на ряд. Дальше – сбор улик и выяснение обстоятельств. Внутри чемодана все, что нужно для работы на месте происшествия. От набора для снятия отпечатков пальцев до рулетки. Тут же ультрафиолетовая лампа, конверты для улик и биологических образцов. Сегодня остаются нераскрытыми 165 преступлений, в том числе и особо тяжкие. Самая ранняя датирована 1976-м. Бобруйские сыщики ежедневно отдают все силы, чтобы поставить точку в этих делах и предотвратить новые. Карина Гуревич, Максим Галёнко, Бобруйск, 360. От проспекта Строителей до Советской. В Бобруйске капитальный ремонт в этом году сделают в 19 многоэтажках. При составлении списка учитывали срок эксплуатации, генеральный план застройки и главный критерий – техническое состояние. Апгрейд коммунальщики проведут также на Ульяновской, Минской, Интернациональной, Октябрьской, Гоголя, Пушкина, Ленина и Орджоникидзе. Изменится не только внешний вид домов, но и их начинка. Мы планируем, согласно плану, утвержденному, выполнение работ по ремонту кровель, инженерного оборудования в части замены, канализации, отопление, холодного горячего водоснабжения в подвалах жилых домов, затем ремонт фасадов, входов, подъезды, установка поручней, пандусов, а также ремонт отмостки. Всего в Могилевской области планируют отремонтировать более 400 тысяч квадратных метров жилья. Это 133 многоквартирных дома. Привычная компания, тонизирующий напиток и международный рейс «Минск Транс» открыл продажу билетов в Мюнхен, когда можно отправиться в путешествие. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси на три месяца запретили вывоз отдельных товаров. К ним относятся рис, крупа и мука грубого помола из ржи и ячменя, зерно злаков и кускус. Ограничение распространяется и на все виды макаронных изделий. Мера введена, чтобы не допустить дефицит и обеспечить продовольственную безопасность страны. Почти 60% белорусов уже прошли полный курс вакцинации против COVID-19, а количество тех, кто получил одну дозу препарата, приближается к 6 миллионам. Несмотря на снижение заболеваемости в стране, важно соблюдать меры предосторожности. Малому и среднему бизнесу предлагают объединяться с крупными компаниями. Предприятия так снизят экономические последствия санкций, а частники смогут расширить портфель своих заказов. Общими усилиями будет решаться и одна из важнейших государственных задач – импортозамещение. Минск Транс с 15 апреля запустит международные рейсы из белорусской столицы в Мюнхен. Время в пути – 28 часов. Маршрут будет проходить через Брест, Варшаву, Кознань, Берлин, Лейпциг и Нюрнберг. Билет в одну сторону уже сейчас можно купить за 290 рублей. В Беларуси идет сезон сбора березового сока. В 2022-м к заготовке приступили позднее обычного из-за весенних заморозков. Но планы грандиозные. Рассчитывают собрать около 11 тысяч тонн полезного напитка. Приобрести природный эликсир можно в лесничествах. Рисуем будущее в зеленом цвете. В Беларуси пройдет неделя леса. Экодвижение, приуроченное к году исторической памяти, стартует 9 апреля. В Могилевской области деревья высадят на площади свыше 3,5 тысяч гектаров. В прошлом году к акции в Бобруйске присоединились более 800 человек. Было посажено более 460 тысяч саженцев на территории 85 гектар лесного массива. Акция предусматривает собой не только посадку леса, но и уборку леса. Также на памятных местах, на захоронениях воинских могут быть организованы и памятные аллеи. Стоять частью важного дела может каждый. Для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Там выдадут необходимый инвентарь и посадочный материал. Президент подписал распоряжение о поощрении талантливой молодежи. В числе стипендиатов – 7 учащихся школы искусств имени Текотского. Только в прошлом году юные виртуозы завоевали свыше 100 наград на престижных конкурсах. О чарующем звучании Ольга Васенда. Игорь Урбанович оттачивает технику игры на домре. Струнный инструмент начал осваивать еще в 6. В свои 15 мечтает о зарубежных гастролях и работе в оркестре. Больше всего, говорит парень, в него верят родители. Они постоянно поддерживают в этом плане. Если я иногда, может быть, не хочу заниматься, у меня нет сил, то они меня настраивают на это. Я беру и занимаюсь. Музыкант показал блестящий результат на международном конкурсе «Паруса мечты». В нем приняли участие свыше 200 талантов из Беларуси и России. Игорь Урбанович стал лауреатом первой степени в номинации «Инструментальное творчество». Ансамбль «Усмешка» в школе искусств образовался только в этом учебном году. Юные маэстро играют на фортепиано, цимбалах и домре. Конкурс международного уровня для них – дебют и сразу удачный. Инструментальное трио стало лауреатом третьей степени. Для детей это очень интересно, для маленьких. Игорь действительно все время участвует в каких-то конкурсах и занимает призовые места. А для малышей поехать в Минск, выйти на сцену, для того, чтобы их там все видели, было очень волнительно и страшно. Но они справились, молодцы. Всего здесь обучается около тысячи детей. Школа славится девятью образцовыми и народными коллективами. Занятия проходят в 12 отделениях по театральному и музыкальному направлениям – от виолончели до флейты. Белорусская дулочка здесь появилась совсем недавно. Музыкальный инструмент изготовлен из дерева, что придает звучанию особую мелодичность. Чтобы научиться играть, понадобится не один год. В 2021-м «Виртузы» заявили о себе на 114 международных конкурсах. Участвовали также в республиканских и областных. В копилке свыше 700 дипломов. Плюс первое место в городе за достигнутые показатели среди детских школ искусств. Всем к ним однозначно определенный индивидуальный подход, поэтому это показывает большие результаты в деятельности этих ребят. В прошлом году нашим детям из многодетных семей было присвоено звание стипендиата президентского фонда. По поддержке талантливой молодежи им была вручена материальная помощь. На этом успехи музыкантов не заканчиваются. Поощрение фонда президента накануне получили сразу семь учащихся. Ну а прием документов в первый класс начнется уже в начале мая. К тому же 6 числа детская школа искусств, названная в честь белорусского композитора, народного артиста СССР Евгения Текотского, отметит 95-летие. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Маршрут проложен. В Бобруйске с апреля по-новому будет ходить автобус 4А. В тестовом режиме пустят рейс 4Г. По средам отправление от Дзержинского в 9.05 и прибытие на кладбище Восточное в половину десятого. По субботам начало движения в 9.30, конец без 5.10. Для возвращения в город можно воспользоваться транспортом Кировск-Бобруйск. Подробности по номеру телефона 77-49-49. Сразу после нас сирена, моя коллега Кристина Арьян с обзором громких криминальных новостей недели. И не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!